Здравствуйте, дорогие друзья. Еще солнце не встало, а уже у нас кипит работа. Итак, глава новых, как и предыдущий Абрешит, главы новых Абрешит, они как бы образуют такую основу, с которой дальше идет изучение всего остального. Очень много вещей надо понять, прежде чем перейдем к главе Лев-Лека. Ну, во-первых, есть несколько жестких правил изучения такого серьезного первоисточника, как Тора. Первое правило, если ты все понял, прочитал и решил, что все понял, ты ничего не понял. Это говорили наши мудрецы. Каждый раз при прочтении книги, если человек думает, что до конца понял какой-то эпизод или момент, это означает, что он здесь как раз сильно заблуждается, глубже всего, так как говорят. Потому что человеческое понимание, оно далеко. Каждый раз мы понимаем это, но всегда очень ограничено. Второй закон при изучении Торы самый важный. Все, что человек прочитал в книге, относится только лично к нему. Мы не умеем это применять каждый раз к себе, но эта книга так написана. Человек не понимает, как это, вот лично я, миллион людей. Да, да, мудрость Бога выше, кунудрость Торы выше, она все ты читаешь, относится прямо к тебе. Третий закон. Если ты знаешь какое-то толкование на какой-то эпизод, ты не забывай, пожалуйста, что есть еще и другие толкования. Разные. Написано, есть разные толкования. Мы читаем все в первоисточнике обычно, только это называется первоисточник, переведенный на русский язык. И поэтому многие вообще строят свои выводы на основании вот этих переводов. А перевод – вещь условная. Могу привести пример, я уже как-то рассказывал. Написано, что Адам и Ева были изгнаны из рая. И сказано, что Бог поставил меч, чтобы охранять путь к дереву жизни. Все, никто не задумывался, что это такое. То есть разгневанный Бог поставил меч и сказал рубить голову, кто подойдет на хорошую дорогу. Бред какой-то. Наверное, надо искать какое-то толкование. И написано, что… Кстати, написано во всех переводах так. Но если взять первоисточник на иврите, то там другое совершенно. В паркенном случае, еще раз говорю, получается не то. Итак, что произошло? Человек попал в мир, где перемешалось, благодаря его деянию, добро и зло. И с тех пор человека-то надо контролировать, а то он устроит здесь. Кроме того, человек как отдельный человек. Вы знаете, сколько совершает человек, чтобы сойти с дороги жизни. И вот каждый раз, когда человек отклоняется от этого пути, он натыкается на условный меч, который возвращает его на путь истину. Поэтому написано, меч охраняет путь к дереву жизни. Так устроен мир. Меч – это мера за мером. Вращающийся меч. Бог с помощью вращающегося этого меча возвращает человека на правильный путь. Либо за счет чего-то понимания, либо за счет неприятностей, которые происходят в его жизни. Иначе человек уже ходил бы, разживевший Ишурун только брыкался. В этой главе рассказывается о потопе. Первом, в таком серьезном проблеме человечества. Можно подумать, что Бог наказал людей, но на самом деле пишут совсем другое о потопе. Очистительный потоп. Бог воплотил план спасения человечества. Он понимал, как правильно спасти. Поэтому если у нас неприятности, то в принципе, понимая, что такое вращающийся меч, мы можем понять, что-то не так делает в нашей жизни. Что-то надо пересмотреть в свою жизнь. Это сложно, но возможно, говорят мудрецы. И добавляет в утешение, что другого пути у нас просто нет. Поэтому тут нам подсказывают просто. Для того, чтобы спастись от вот этих вот разрушающихся последствий потопа, но что должен был построить ковчег? Надо вдуматься во все это. Тейва, все многие знают, переводится ковчег, но и переводится как слово. Так вот, Волшентов раскрывал очень интересную тайну. Размеры ковчега 300 на 50 на 30. Что это означает? Все еврейские буквы имеют цифры. 300 это буква шин, 30 высота, 30 бутва ламет, а ширина это буква нон, 50. Эти три буквы образуют слово, называется лошон. Кто знает лошон, ара лошон, язык, речь. То есть, что сказано, что надо построить? То, что это указание каждому. Надо уйти в книгу, надо уйти в многое здесь из всего. Но главное нам подсказывают, когда идет вот такой вот потоп и всякий, вот такое творится в мире. Приблизься к книге, уйди в книгу, закройся в этой книге, немножечко посиди, пойми, что происходит. Давайте быстро еще успеем. Написано, что впредь уже после потопа положительно, пока существует земля, не прекратится себя в жад. У вас земля, зима, лето. То есть, о чем нам здесь рассказали? Из этого стиха мы узнали важнейшую вещь, что во времена потопа, продолжавшегося 365 дней, смена года прекратилась. Что такое день? Луна взошла, ничего не было. Рабаин Убахи говорил, что пока существует земля, позволяет сделать вообще вывод здесь, что мир не вечен и когда-нибудь прекратит существование. А Раф Авадья Сфорна, он сообщал, что времена года возникли после потопа и сохранятся до полного искупления грехов, которые из-за того, что после катастрофы. Когда счет человечества предъявленный будет закрыт, и мир вернется к допотопной системе. Там был бы умеренный климат, отсутствие колебаний температуры, здоровая пища, 900 лет обычно средняя жизнь. После потопа, вы знаете, сократилось сначала 340, потом после Вавилонской башни еще больше. И когда срок оказания человечества пройдет, то уже никто не будет говорить до 120 лет. Не дай бог, будет говорить до 969, как на тушилах. Поэтому до 960. Брахава Ацлаха.